Перейдем к следующей истории. Это такая краткая типология типов брендинга и в каждой из которых находятся определенные особенности. Начнем, собственно, с потребительского, наверное, который предполагает создание упаковки и выхода на торговые полки. И здесь сразу просто скажу, какие особенности в этом брендинге. Многие считают, что дизайн упаковки гораздо проще делать, потому что в употребительских товарах, в употребительских брендах всегда есть нацеленность на определенного потребителя. Это действительно так. Потому что мы всегда должны с точки зрения брендинга, психологии, инструментов выделять ядро целевой аудитории. Если мы говорим про маркетинг, стратегический, там аудитория может быть шире. Когда мы говорим про бренд и эмоции, мы должны выделять ядро целевой аудитории. Ядро целевой аудитории – это явный представитель. И на него нацеливать дизайн инструмента. Скоро выйдет мое интервью по поводу цвета и психологии в брендинге. Там отпишется, я ссылочку обязательно сделаю. На мой взгляд, очень интересная вещь, где мы рассматривали цветовое кодирование с точки зрения трех инструментов психологии разных. И опять же, там нет случайностей, когда мы целимся в аудиторию. Если мы говорим, что у нас красный и желтый – это масс-маркет, это определенный психотип человека, на которого нацелены. Если мы говорим, что у нас нюансная графика, и мы делаем белое на белом, или черное на черном, акценты с лаками – это другой психотип. И это очень важно с точки зрения упаковки. Один неверный шаг. Недавно была одна история про один продукт питания. Я не могу раскрывать все эти тайны. Благодаря тому, что дизайнеры поменяли цветовое кодирование на этом продукте, ко второму месяцу компания упала на 72% в продажах. Цвет, казалось бы. Поэтому, когда мы говорим про потребительский брендинг, эта история очень важна с точки зрения четкого попадания в центр целевой аудитории, ядра целевой аудитории. Что еще важно? Вторая особенность – это, собственно, формат. Возьмите любую из упаковок, может, у вас что-то есть в руках, и посчитайте, сколько на небольшой, например, бутылке минеральной воды может быть всевозможных сообщений. Как правило, их там 10, это и 14. И эта особенность называется формат. У вас может быть упаковка вот такого размера, а может быть огромная коробка. В данной ситуации необходимо использовать инструменты дизайна, в том числе систему дизайна, опять же-таки развитие в ассортименте, когда эта продукция. Ну, я приведу пример, там, Мистраль, да, вы знаете, весь прекрасный этот бренд, который недавно обновил директ-дизайн. Я не хочу обсуждать дизайн данного кейса, но вы просто вдумайтесь, что у данного бренда 215 SKU в ассортименте, которые стоят на полке с точки зрения выкладки. Просто представьте, что нужно дизайнеру знать на входе для того, чтобы это сделать. Распространить единый стиль на все 215 позиций, каким образом это идентифицировать. Вот, то есть формат и развитие в ассортименте очень важные вещи. Ну и поделюсь некоторыми инструментами, которые, надеюсь, вам помогут, когда вы будете разрабатывать упаковку. Ну, собственно, первая история, инструмент под названием фейсинг. Обратите внимание, например, на пивную полку. Очень интересная история, когда стоит там 6, 7, 8 видов пива в одной линейке. Интересный факт, что из всего этого многообразия SKU продается, как правило, одна, а все остальное делается для фейсинга, для того, чтобы обозначиться пятном на полке и выделяться, в отличие от конкурентов. Очень важный инструмент. Форма, о которой мы с вами говорили, и ее оригинальность. Форм-фактор, при этом история, это уже ближе к промышленному дизайну, но когда все-таки мы занимаемся графикой, часто нам попадают такие заказы. И здесь особенностей может быть много, потому что здесь необходимо знать способы производства и особенности в каждом из этих способов производства. Вы можете там на стеклянной, например, на вот этой бутылке поменять какой-то форм-фактор, и стоимость бутылки может возрасти там рублей на 5-10. И когда эта категория в низком ценовом сегменте, то вы можете просто из этого ценового сегмента вылететь. Про стекло я вообще не говорю. Поэтому здесь, наверное, это все-таки опыт и какие-то знания, которые можно получить в высшей школе брендинга. Так, здесь опять что-то слетело. Собственно, каким образом здесь как раз-таки инструмент торговой марки? Я буквально пару слов скажу, что есть торговая марка в рамках упаковки. Как правило, это пятно, часто очень используемое на плашке. То есть она как тавро помогает, собственно, на орнаментах, на элементах дизайна выделяться и быть контрастной по отношению ко всему оформлению. Ну, если говорить, какого размера должна быть торговая марка, очень простое правило. Если вы только запускаете бренд, то оно должно быть достаточно большое, иногда даже иметь центральное расположение. Когда мы говорим о раскрученном бренде, торговая марка может, собственно, уходить. Продуктовая зона. Здесь показано некое многообразие приемов продуктовой зоны. К счастью, в России начали появляться интересные упаковки с точки зрения продуктовой зоны, где могут использоваться условные обозначения, пиктограммы, как вот в случае, например, с этим брендом. Кто-то даже умудряется шутить, потому что еще 5 лет назад все было примерно в этом стиле. Ну, если вы обратите внимание на полку с соком, у вас там всегда будут эти пластмассовые 3D-помидоры, апельсины и прочие радости. То есть, слава богу, что у нас появляются такие бренды, как Карат, как Чебурашкины, братья Чебурашкины. Мы начали, собственно, выходить на международные рынки и получать за это там канцких львов и прочее. Вопрос эффективности, мне кажется, это другая совершенно история по отношению к этим новинкам. Но выйти, собственно, из стандартов в масс-маркете, да, опять же, вот таким образом пойдете, ничего не получите. Когда мы говорим про 60% рынка потребления, вот эта история там будет работать железно. Да, и вы никуда не денетесь, потому что есть традиционная форма подачи. Я, опять же, сейчас неплохо говорю, а люди там с низким доходом домохозяйки вот такую историю никогда не купят. Скорее, они даже руку не протянут к этому продукту. Поэтому здесь нужно четко понимать, в кого вы целисти, опять же, какой графический инструмент вы применяете. Специальные знаки. Буквально два слова, да, это от знаков качества. Иногда эта история может превратиться, например, вот ассоциация норги, на самом деле ее не существует. Это выдуманная брендологами история, которой нет на самом деле. Без ГМО могут быть знаки, могут быть вот такие там вариант тест, испробовано повышение доверительности бренду. Ну или какие-то вымышленные вещи. Вот это, например, шесть медалей на одной упаковке, которые вообще в разном стиле разработаны. Создается ощущение, что бренду уже там лет 200, да, что он уже все награды завоевал. Ну и важная вещь – это инфографика, которая позволяет пользоваться продуктом. Налить, насыпать, помешать, 9 минут и так далее. Это тоже инструмент, собственно, специальных знаков и обозначений. Характер. Характер, на мой взгляд, вещь, которую трудно описать, но именно мы можем его чувствовать, как дизайнеры. Это не только инструментарий или стиль, в котором мы исполняем упаковку, а это целостное восприятие бренда, которое соответствует тем заявлениям, которые у нас находятся в стратегии, ценностным характеристикам. Тогда, собственно, характер действительно срабатывает. Ну и, собственно, результат, чтобы вы понимали, если потребитель взял в руку упаковку, 80% того, что он ее купит. И это и есть катарсис, которым мы хотим добиться нашими инструментариями. Продолжение следует...